Салют, чуваки, сумики, и мы возвращаемся к похождениям Димона, на которого неожиданно напали Лириансы. Решили, видимо, отдать Димону оставшиеся свои территории. Ну что ж, решили сделать они это, конечно же, сами. Плюс ко всему, текущая битва представляет из себя просто то, что куча вражеских отрядов напала на один союзный отряд из войск Димона. Ну и Димон, естественно, в соло, без каких-либо подкреплений пошел их вызволять. При том, что войск Димона, естественно, меньше. Но он, как бы, решил рискнуть, потому что все свои войска он успел остановить. То есть прошло порядка недели с предыдущего эпизода военного. Димон успел остановить свои силы и поэтому решил, что с полным, так сказать, боевым отрядом он сможет помочь своим пацанам. Ну и наверняка так оно, в принципе, и будет. Ну что ж, время атаки. Судя по всему, да и саму Димону, наверное, пора уже залететь на поле боя и показать вражинам, как это вообще делается. Потому что они явно, явно обнаглели совсем. Раз уж так уж, не знаю, просто поперлись уверенные в себе на кентов Димона. Ну это, конечно, безусловно, была ошибка. Так что Димон сейчас им покажет, насколько сильно они ошибались. Ну, по крайней мере, покажут его войска, а он побегает и постарается быть чуть-чуть более полезным, чем просто полководец. Надеюсь, у него что-то, да, получится по итогу здесь. Хотя, не уверен, очень сильно не уверен. Давненько, давненько Димон не воевал, на самом-то деле. Занимался всякой фигой нёй. Но, ладно. Так, в итоге он просто машет мячом, абсолютно бесполезно. То есть, ну, машет и машет, как бы, а толку-то? Лишь, по большей части, получает звездюлей, чем их раздает. Это наиболее смешанным, мне кажется. Но, шо поделать. Такова судьба, да, Димон? Так, по положению вещей на поле боя. На самом деле, все довольно плохо, потому что Димон теряет много людей. То есть, как вы видите, соотношение, конечно, в пользу Димона. Он, естественно, здесь победит, никто не спорит. Проблема лишь в том, что он рассчитывал на более крупную и серьезную победу. А в итоге он потерял 30 человек. И еще сотня с небольшим раненых здесь остается. Ну, это, мягко говоря, нехорошо. Мягко говоря. Да, плачевненькая ситуация, безусловно. Но ничего, к сожалению, не поделаешь. Тут, кстати говоря, стрелки полностью уничтожены. А это, опять же, вина Димона, потому что он... О, нифига себе, кстати, и Димон тут хана. Потому что он не разрешил им действовать самостоятельно. Это, естественно, была ошибка. Если бы они действовали по своей воле, то, наверное, не стояли бы пушечным мясом против вражеской пехоты, которой явно здесь больше. Но, ладно. Здесь уже ничего не поделаешь. Тем более, что битва уже в самом разгаре. Кстати говоря, пока что даже ситуация, я бы сказал, равная больше, нежели в пользу Димона. Да, опасная ситуация, безусловно, опасная там. Ещё и... О, ещё и спутника Димона здесь подбили. Плохо, плохо, очень плохо. Ну, что ж. Предстоит здесь... Да что ж такое? Что за непруха? Вражеские войска тут что-то начали совсем... Творить какую-то дичь, как мне кажется. Ну, ладно. В принципе, осталось много довольно-таки конных лучников, да? Да. Только они, в принципе, и остались против вражеской пехоты, которых ещё 50 человек, между прочим. Да что ж такое-то, а? Совсем обнаглели? Нет. Ну, серьёзно. Это уже ни в какие ворота. Да твою ж налево-то! Что такое? Что происходит? Да, явно нужно было практиковаться в боевых действиях чаще, чем раз в неделю. Да, из-за такого долгого перерыва и получается такая лютая вакхроналия. Но всё же ладно. Есть стрелковые подразделения, и если они будут поступать более-менее грамотно, то вот эти все вражеские силы победить будет, ну, не особо сложно. Хотя, хотя, явно не так уж и просто. Ну, опять же, потери существенные. То есть, придётся опять сейчас идти в ближайшие поселения, улучшать положение вещей. То есть, ну, восстанавливать потерянные подразделения, естественно. И всё как бы не идеально, к сожалению. Но ничего. Зато враги, как вы видите, очень-очень глупо просто бегают за кавалерией. Тем временем один из солдат просто зашёл им в тыл и начал наваливать с лука, убивая просто одного за другим вражеских бойцов, тем самым обеспечивая будущую победу. Но, конечно, да, неприятненько получилось. Очень неприятненько. Некоторые даже убегать начали. Не очень у них-то получилось. Но что поделать, да. Выбор был исключительно их. И они сами решили, что лучше им всё-таки повернуться спиной к противнику. Ну, ладно, ладно. Они об этом выборе явно пожалеют. Попозже. А пока можно налегке вот так вот залететь и втащить кому-нибудь. Ну, в принципе, всё, что остаётся вот этому вот боевому товарищу. Ничего, кроме как идти на пролом с оружием ближнего боя у него не остаётся. Хотя я сомневаюсь, что у него здесь какие-то серьёзные шансы будут, если он дальше продолжит играть с ближним боем, а не с дальним. Хотя, с другой стороны, конные лучники благодаря этому смогут настрелять в спину. Ну, в общем и целом, это, конечно, победа. Но, на самом деле, как таковой победой, назвать это очень сложно. Скорее уж, первая победа. Кстати говоря, нападающий умер во время этой битвы. Да, да. Потери противника явно будут посерьёзней. В итоге, Хидеоши был спасён. И куча вражеских солдафончиков будет, скорее всего, пленена. Но нужно, конечно, выбирать кланы, которые пощадить и которые отпустить. Хотя, скорее всего, лучше всё-таки все кланы, кроме правящего, отпускать для того, чтобы улучшить с ними отношения. Ну, на будущее, думаю, сами понимаете. Да. Серьёзная-серьёзная ситуёвина. Ну, ладно. Радуется Димон ещё и тому, что ему пока что лирианцы не объявили новую войну. Хотя, безусловно, они уже могут это сделать. И это будет, как обычно, война на два фронта, которая Димона полностью не устраивает. Но, так или иначе, пока что удача более-менее на его стороне. Этот небольшой отрядик он спас. Но сам, как вы понимаете, попал в просаг. То есть, ему сейчас нужно быстренько вернуться на свои территории. Этот отряд уже не спасти. Дважды пытаться ему помочь смысла большого не имеет. Поэтому самое лучшее, что может Димон, это вернуться в свои земли. Пополнить свой боевой отряд, пока собирается его армия. И тогда уже он что-то и сможет противопоставить своим противникам. Потому что битвы будут затяжные. Потери будут довольно-таки серьёзные. Поэтому лучше всего запастись собственными боевыми подразделениями. Это очень важно для Димона. Ну и после того, как Димон собрал свои войска, он решил всё-таки взять Хусенфулк. Но перед этим предстоит уничтожить вражескую армию, которая находится здесь неподалёку. Потому что если этого не сделать, она может попытаться, скорее всего, отбить замок там. Ну или ещё какую-нибудь территорию. Что, как вы сами понимаете, неприемлемо, безусловно, для Димона. Поэтому он быстренько разбивает данную армию. Берёт в плен лишь самых-самых необходимых людей. И после этого отправляется захватывать Хусенфулк, как он и планировал. И вот, наконец, началась осада вражеского поселения. Слушайте, такой боевой сцены я, если честно, ещё не видел. Очень интересненько. Очень интересненько. А также, почему враги сражаются сами с собой. Или всё-таки туда как-то прокралась часть войск Димона. Нифига, абсолютно непонятно. Какая-то лютая хрень вообще здесь происходит. Но ладно. Не суть важна. Главное, что Димон ворвался как к себе домой. И у него всё зашибенно просто-напросто. Но от кого-то всё-таки вот эти вот ребятки защищаются. От кого непонятно, что они перебегают туда-сюда. Хотя это, скорее всего, стандартная такая вот фигня для... Ё-моё, они реально прям целой толпой бегут с одной точки в другую. Это глупо, мягко говоря. Не то время вообще, чтобы перебегать так серьёзно. То есть, ты понимаешь, они бегут с главных ворот, с этой части стен. А-а-а, всё понятно, всё понятно. Их уделали. Их уделали войска Димона у одного прохода. И они пошли в другому проходу в надежде защитить хотя бы его. Но это глупо. Защищать и без того, типа, ещё стоящий проход. Лучше ведь попытаться закрыть брешь хотя бы. Но нет, они решили, блядь. Что лучше сбежать с прохода, который, ну, уже официально просран. Да, не самое, безусловно, гениальное решение. Но это их решение. Здесь как бы уже ничего не поделаешь. Раз уж они решили быть идиотами, то это исключительно их выбор. Тут ничего не попишешь. Так, я так вижу, ещё и стены захватили войска Димона. Ну, чё, мадрюк, этот узкий проход, конечно, представляет из себя большущую, на самом деле, проблему. О, ну, это ладно. Это ладно. Вот, кстати говоря, вагон ещё всяких воинов вражеских осталось. Так что можно их всех ещё... Ну, типа, много ещё мишеней есть для того, чтобы их поубивать. Главное, найти нужно... А, так это всё враги, это всё враги, они союзники. Такий ужас, что творится. То есть, сейчас зажмут в клещи, по сути, своей вот этот вот отрядик, который пытался здесь пробиться. А, кстати, он пробился, он успел. Типа, если бы они не успели, их реально зажали бы в клещи, это был бы полный ужас для них. То есть, их бы точно всех вырезали. Но повезло. А также повезло, что вражеские войска столь тупые, что спокойно дают себя резать по одному, даже особо не вмешиваясь, потому что не хотят менять направление, в котором идут. Для них это гораздо важнее, чем перебить, вернее, убить человека, который вырезает их одного за одним. Да, интересный выбор, безусловно, интересный. Ну, ладно. Да, здесь кентишка Димона, безусловно, делает шороху просто жесть. Если и дальше его будут игнорировать, он просто со спины всех здесь повырезает чертям собачьим, и всё. Вы посмотрите, просто пачками, пачками враги даже не сопротивляются. Ну, пытаются иногда, конечно, но это так. Знаете, мне кажется, это больше показуха, чем реальное какое-то сопротивление. О, всё, они уже побежали, засали происходящего. Ну, ещё бы, тут несколько десятков человек просто вырезали, пока они туп стояли и отдыхали. Ну, как бы и сами в этом виноваты, на самом-то деле. Жесть, просто тотальный разъёб, как мне кажется. Ну, давайте, в принципе, посмотрим. Так, инженер забил 36 человек, чтобы вы понимали. Да, это как бы больше, чем какой-то отряд Биша. Непонятно, кто это, но суть особо не меняется. В общем и целом, врага здесь порвали, хотя сотню человек всё равно. Но Димон с армией здесь потеряли. Этого, конечно, не изменить. Но это был самый крупный вообще гарнизон, который есть у оставшихся поселений Лириенсов. Так что, если мы здесь потеряли сотню человек, дальше будем терять гораздо-гораздо меньше. Ну, а после захвата Хусенфулка Димона остаётся лишь разбить. Вот эту вот последнюю, скорее всего, вражескую армию, которая, скорее всего, попытается отбить тот город. Это, естественно, для Димона плохо, поэтому он и старается сейчас их прибить, пока они далеко не отошли. Потому что потом они могут представлять кое-какую угрозу и заставить могут Димона своими действиями отступить от плана и идти защищать какие-то свои территории. Но уже этого, конечно же, не произойдёт. В общем и целом, они разбиты и это можно считать небольшим всё-таки успехом. Такеда, между прочим, пытался захватить Шибалзумер, но на середине пути решил, что не осилит и сбежал. Очень жаль, ведь если бы он прямо сейчас это делал, спокойно Димон мог подойти с армии и ему подсобить. Кстати говоря, да, самураи, вернее, то, что от них осталось, пытаются, пытаются снова как-то вернуть себе славу, потому что они тоже объявили войну Димона. Но, естественно, они не представляют из себя вообще никакой угрозы и, скорее всего, именно сегодня Димон закончит их страдания, то есть заберёт у них последнюю территорию и самураи сами по себе рассосутся по различным территориям. В общем и целом, их фракция окончательно развалится. И, наконец-то, началось нападение на Шибалзумер, один из последних оплотов лирианцев. Что ж, с левого фланга что-то пока у войск Димона идёт не очень, потому что, наверное, их обстреливается с их сторон, плюс сейчас кидаются в них камнями, но они всё равно потихонечку, но всё же пробиваются. Таран всё ещё не дошёл до главных ворот, зато справа, справа войска Димона прорвались, но ненадолго, к сожалению, потому что от главных, получается, ворот, да, прибыло небольшое подкрепление, потому что дыра в стене находится прямо возле этих главных ворот. Как раз здесь прибывают вражеские подкрепления, поэтому именно здесь прорваться будет, мягко говоря, сложновато. Поэтому здесь нужен определённый, определённая помощь здесь необходима этим войскам, чтобы напомнить им, куда они всё-таки двигаются и зачем. То есть нужны определённые им приказы для того, чтобы помочь им продвинуться дальше. Хорошо. Потери, конечно, довольно-таки существенны, но потому что, потому что сюда забралась ещё армия противника перед тем, как Димон напал, поэтому врагов здесь так много, и поэтому потери будут такими существенными. Но ничего, Димон успел призвать подкрепление, то есть появились новые лорды, которые, так сказать, обеспечили себе хорошие боевые отряды, поэтому потери для Димона будут несущественными. То есть он призвал ещё 300 или 400 человек дополнительно, поэтому потерять две сотни для него, ну, не так уж и серьёзно. То есть в итоге его численность всё равно будет больше, чем до этой осады, по сути, своей. Так, всё. Войска у главных ворот потихонечку зажимаются в клещи, скоро будут разбиты. Здесь пока что идёт равный бой, но ненадолго, потому что противники потихонечку начинают отступать из-за преимуществ войск Димона. Ну, тот фланг, как вы видите, давно уже пробит, главные ворота надо бы, по идее, открыть, но что-то ребятки решают этого не делать. Хотя странно, особенно учитывая, что Таранта уже первый ворот пробил, но ничего. В общем и целом, вражеские войска просто убегают чертям собачьим. Они умудрились 200 человек из армии Димона, безусловно, покалечить, вернее убить, и ещё почти три сотни покалечить. Но, тем не менее, войска Димона победили в суммарно тысяч... А, нет, осталось у него, вернее, тысяча человек, а победили они 600 с небольшим. Ну, в общем и целом, здесь победа, осталось захватить ещё два замка. Но, между тем, пока Димон копил свои силы в осадном лагере, произошёл небольшой конфуз. А именно, Ливония объявила ему войну. В принципе, это было то, чего и ожидал Димон. Проблема в том, что не вовремя. То есть, пришлось даже объявить мировую самураем, для того, чтобы, ну, не подвергаться нападениям местных сторон. Это было бы очень неприятненько. Но, в общем и целом, Димона, по факту, осталось захватить лишь Дамсрак, потому что к замку Семира не имеет никакого смысла сейчас идти, он слишком отдалён. Поэтому можно будет захватить Дамсрак, объявить мировую этим товарищам, а потом уже пойти на, как раз таки, Ливонцев. Есть, как бы, лишь одна небольшая проблема. Они уже идут захватывать кассиру. И непонятно, кто же будет эту самую кассиру защищать. Ведь людей, как бы, очень мало. Именно свободных лордов, которые могли бы сформироваться в полноценную армию. Вот этого вот всего недостаточно, понимаете? И это, как бы, очень-очень плохо. Поэтому, скорее всего, Димону сейчас, как ни крути, придётся идти и защищать кассиру самостоятельно. В итоге, чтобы как можно быстрее добиваться до кассиры, Димон перемещается в Разих, а оттуда, через порт, пойдёт в Саналу. И там до кассиры будет подать рукой. Но ещё и замок Жемаех оказывается в осаде. Всё складывается очень и очень плачевно для Димона. Здесь даже не поспорить, к сожалению. Это, мягко говоря, разочаровывает. Кстати говоря, предлагают как раз-таки мир с Лирианцами. На самом деле, этот мир был бы довольно-таки неплох. То есть, может даже с ними не воевать на релаксе. То есть, забить на всё болт. Пойти, вон тут же, шибал Зумар отбить, который вот-вот захватит Лирианц. Да, Лирианц, кстати говоря. И не парится. Но Димон уже прибыл в Саналу. Но, с другой стороны, он, скорее всего, не успеет защитить кассиру всё равно. То есть, придёт под самый конец и обломается. Поэтому, всё-таки, Димону придётся объявить... А, стоп, это мир с Лирианцами же, ёпта. С Лирианцами мир не нужен. Самое смешное. Он не нужен. А нужен он с Ливонией. Только она, по факту, угрожает текущему положению вещей. Ну, а Димону придётся возвращаться в Разих для того, чтобы дать снова в бубен оставшимся Лирианцам. Ну, и закончить, как бы, с этой фракцией окончательно. Хотя, Ливонцы, безусловно, будут следующей его целью. Потому что подгадили они прям очень и очень сильно. Он этого, безусловно, не забудет. Когда Димон прибыл к шибал Зумару, союзные лорды, в принципе, сами отстояли эту территорию. Димону ничего даже делать не пришлось. Ну, и в итоге останется лишь захватить Дамсрак. И за Димоном явно будет победа в этой небольшой, но всё-таки довольно затяженной войне. Спасибо за это, безусловно, Ливонцам, которые очень серьёзно здесь подгадили. Но Димон, конечно же, не забывает про свои возможности подгадить с помощью своих криминальных друзей. Для того, чтобы ускорить последнюю осаду. Чтоб противник не представлял стопроцентно никакой опасности. После чего уже начать готовиться к войне с Ливонцами. Раз с Лирианцами будет покончено. Да, столько практически одинаковых названий фракций, что можно и запутаться. Настало время посмотреть за последним вздохом Лирианцев. Ну, почти за последним вздохом, конечно, остался замок и у них, и у самураев, вернее. Но, блин, по факту, по факту эти фракции уже, считайте, что мертвы. Да, у них есть люди, есть какие-то небольшие возможности. Но, тем не менее, они не представляют угрозы настолько, что даже не смогут начать осаду какого-либо поселения. Настолько они сейчас плачевны. А даже если смогут начать, то самостоятельно объединятся лорды королевства воров и без проблем дадут им в бубен. Настолько они бесполезные ребятки, к сожалению или же к счастью. Кстати говоря, учитывая количество бабла у Димона, думаю, пора ему завести собственные боевые отряды. Ну, то есть, состоящие из его спутников, которые могли бы ему в чем-то подсобить. Думаю, есть у него возможность назначить свою жену, если она у него есть, честно, совершенно забыл. Есть ли у него кто-нибудь из членов семьи. Надо будет это дело изучить. Тем временем, пока я балаболил, уже этот замок был взят без особых проблем. Потеряно было всего лишь 55 человек. Настолько легко сдалась последняя вотчина лирианцев. Ну что ж, проявим, конечно же, милосердие, но себе данную территорию забирать Димон не будет. Кстати говоря, он забрал себе Хусенфулк, но лишь для того, чтобы эту территорию отдать одному из непосредственно лирианских кланов. Но самое смешное, что даже кланы без территорий, ну, которые представляют для него какую-то выгоду или интерес, им абсолютно плевать. Они счастливы со своим нынешним правителем, и им это не нужно. Вот это вот самое смешное. Ну что ж, с лирианцами пора, так сказать, подписать мирный договор, получать с них еще и денег за то, что мы их тут немножечко покарали. Ну и давайте посмотрим на силу фракции. То есть мы будем с вами сражаться далее с ливонцами. Они из себя представляют довольно сильного оппонента, плюс количество кланов у них, я бы сказал, зашкаливающее, ну, по сравнению с королевством воров. Конечно, это все из-за наемников, на которых нельзя положиться, но тем не менее. Кстати говоря, у палайков довольно давно вот такой вот серьезный раздор, то есть часть кланов просто-напросто свалила от палайков, и такая ситуация продолжается уже несколько игровых лет. Что очень удивительно, я ни одного такого продолжительного восстания не видел. То есть, видите, вот эти вот территории с желтоватым таким знаменем принадлежат повстанцам. Классический серо-белый вариант принадлежит непосредственному текущему лидеру палайков. Это прям, конечно, весело, но неважно. Тем временем, Западная Империя протискивается очень глубоко во вражеские территории, но тем временем теряет, так сказать, связь между своими ключевыми территориями и новозахваченными. Потому что сюда вмешиваются апплсеансы, да. Они решили зайти с этой стороны, хотя лучше бы добили остатки осырайцев и держали бы границу вместе с нами. Вместо этого здесь между двух огней стоят бедолаги, которые наверняка тоже полягут в следующий раз, когда Димон начнет новый свой завоевательный поход. Вот это безусловно, да. Ну, а тем временем Димону нужно немножко подождать голосование за вот эти вот земли из Дамсрака, но опять отдавать ей территории даже не хочется. Она их просто не заслужила, но если отдавать другому, это 380 влияния, между прочим. Между прочим, это жестко, но все же Нукар заслуживает этих территорий больше. У нее и так уже три замка. Куда ей три замка? Непонятно. Тем временем уже 3, целых 3 фракции повстанческих появилось, чтобы вы понимали. То есть вот эта вот фракция недолюбливает Димона, вот эта, вот эта. То есть все фракции, вот эти все три клана очень сильно им недовольны. Хотя здесь, смотрите, отношение 30, здесь отношение 100, но они все равно создали собственную повстанческую фигню. Ну, здесь, конечно, да, здесь уже минусовые отношения, здесь все понятно, но тем не менее, тем не менее, очень сильно меня этот клан, вот этот вот конкретно разочаровал. Потому что кинул, кстати говоря, опять дурацкая фигня с телепортацией, но думаю, это не особенно важно. А, это, это реально телепортация какая-то, то есть я кинул туда, а потом уже вернул назад. Ну, ладно, это все мелочи. В общем и целом Димон сейчас размером минимум, а ну вернее даже, нет, не минимум, 2,5 королевства. То есть самурайская фракция, потом лирианцы и, конечно же, половина осырайцев. И думаю, он станет размером в 3 королевства, когда осырайцев захватит в следующий раз. Ну и перейдет, конечно же, на ливонцев. Но, блин, ливонцы-то ладно, проблема в том, что когда он начнет захват осырайцев и ливонцев, у него появится много потенциальных соперников. То есть снова может повыделываться Южная Империя вместе с Рагией, что довольно плоховато. С ней больше нельзя объявить какие-то дипломатические пакты о ненападении, потому что мы являемся королевством, которое захватывает все территории поблизости. Им это, естественно, не нравится. Ну и плюс, конечно же, апалсианцы, которые тоже не писькоделаны. Ну и имперцы. Имперцы это всегда сложно, потому что их довольно-таки сбалансированные ВСК. В общем и целом, дальнейшее продвижение будет довольно-таки сложноватым. Хотя, если бы Димон пошел вот в эту сторону, то есть мятежные кузаиты, кстати, сами основных кузаитов так и не осталось. То есть здесь уже имперцы их между собой поделили без особых проблем. Только сейчас заметил, Северная Империя так вообще еще и к Нордам умудрилась залететь. Ну да, в принципе, неудивительно. Норды постоянно были порваны различными внутренними конфликтами. Вот их и разорвали. Кстати, тем временем ботанцы залетели немножечко, немножечко. К стургам здесь эти, забыл, как они называются, вегеры тоже немножко пооткусывали. То есть карта мира явно изменилась. Не затронула она по большей части лишь рейлистов в Ланде. Или картанин в Ланде, как это такое называется, картанин, да? В общем и целом, этих пацанов почти не затронуло. Ну и, конечно же, облсанцев, который держится за своей территорией только так. Но это лишь временный момент. Короче, Димону предстоит еще много-много работы и много войн и конфликтов. Ну что ж, а все это будет в следующей серии. Мен, там все, с вами был Киит. И всем пока!